В Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже раз в год собираются педагоги. Конференция современного образования от государственных стратегий к педагогическим практикам собрала как опытных преподавателей, так и студентов, мечтающих работать в этой профессии. Более 150 участников. Сейчас мы, по крайней мере, сфера образования живет в условиях реализации национального проекта. Вот так называется образование. Это стратегическая линия, которой мы должны следовать с вами в своей практике. Поэтому я полагаю, что сегодня этот контекст будет везде, на всех секциях звучать. Еще я рад тому, что конференция продолжает являться популярной, даже несмотря на ограничения, которые у нас еще продолжаются. Участниками стали и педагоги из других городов, поселков и деревень. Елена Павлова приехала из Никольска, чтобы поделиться с коллегами своим опытом, наработками и способами обучить ребенка дошкольного возраста. С собой она привезла лэпбук. Это раскладывающиеся дощечки, на каждой из которых есть задание. Малыш может выбрать из всего ассортимента заданий то, которое ему по душе. Это развитие и моторики, и речи, и смекалки. Здесь по математике у нас, это у нас по сенсорике, это у нас по развитию речи. И в каждом конвертике какое-то свое задание? Да, игры, задания. Но это еще не все. Вот с обратной стороны тоже у меня. Да. Вот тоже все это функционально, тоже всякие задания. А как вы думаете, вот в такой форме ребенку легче познавать вообще окружающий мир? Да. Мы развиваем познавательный интерес. Он может выбрать себе игру по интересу. Педагоги затрагивали разные темы. Это и психология, и воспитание, и компьютерные технологии. Даже менеджмент не был упущен. Впервые в конференции современное образование от государственных стратегий к педагогическим практикам студенты выступают наравне с преподавателями. У каждого есть возможность проявить себя, причем в любой сфере. Студентка-первокурсница медицинского колледжа Ксения Ершова представила проект по продвижению Вологодского кружева. Девушка сама плетет изделия и продвигает промысел в нашем и других городах. В свободное от учебы в медколледже время она изучает спрос на товары ручной работы, трудится над созданием нового изделия с символикой Великого Устюга. По бизнесу Ксения защищает третий проект. На вопрос медицина или бизнес девушка твердо отвечает «Будем совмещать». Сейчас Ксения заключает договор и планирует работать как самозанятый человек. Галстук я плела около недели, но чуть больше, чуть меньше. Он получается для каких-то строгих костюмов. Например, под белую рубашку очень стильно выглядит, прямо красиво. Потом игольницы разные, с символикой Великого Устюга. Это Вологодская кружева, как бы символика Вологодской области. И эти игольницы очень востребованы у людей, которые приходят ко мне на мастер-классы, потому что себестоимость у них маленькая, соответственно, и стоимость тоже невелика. И очень красивая и эксклюзивная, потому что ручной труд все равно ценится. Каждому участнику конференции после выступления вручили сертификат. Организаторы верят, что конференция будет процветать и дальше, привлекая к науке и молодежь, и опытных специалистов. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».